Карганзинские предприниматели опасаются повторения ситуации 2014 года, когда резкое падение курса рубля и рост курса евро и доллара привели к краху многих отечественных компаний. Людмила Батюшкина подробнее. Предприятие Александра Ларионова производит опоры и мачты освещения. Сейчас руководитель опасается, что вскоре предприятие не выдержит конкуренции с зарубежьем и может остаться без работы весь коллектив из 140 человек. В Казахстане такие предприятия одно. Которые производят комплекс именно и опоры и мачты освещения. Плюс есть два предприятия, которые производят только опоры освещения. В России порядка 36. Вы представляете, что если во внутреннем рынке не будет работать, естественно, они придут к нам при условии, опять-таки, если рубль будет дешевле, то есть он пойдет в цене, чем сейчас, не ближе к 6 будет, а ближе к 5 это уже будет. Сигналом тому, что Россия зайдет на наш рынок. Но нам придется просто остановить производство, отпустить людей, кого-то поволнять, возможно, каких-то специалистов оставить. Для нас это катастрофа. Казахстан не готов ни политически, ни физически выстоять в рынке с Россией, считают предприниматели. Мало механизмов защиты собственного рынка. При государственных закупках заказчики отдают предпочтение отечественным производителям при остальных равных условиях товаров. Но подрядчики чаще закупают российскую продукцию. Если товары и услуги соседей дороже, в условиях конкуренции они часто дают большие скидки. Граждан тоже не всегда удается убедить покупать отечественные товары. Цены вырастут и на товары из дальнего зарубежья, убежденные в ассоциации предпринимателей. Мы закупаем бытовую технику, запасные части через Российскую Федерацию. И основная доля у нас идет товароборот в эквиваленте доллара США. То есть это неправильно. И то, что у нас идет наша национальная валюта, привязка к российскому рублю, тем более у нас товары закупаются в основном в эквиваленте доллара США. То есть, соответственно, когда российский рубль в цене падает, автоматически она цепляет и нашу национальную валюту. Но это неправильно, я считаю. Хотя Казахстану санкции не выставляют, мы слишком зависим от России и всего таможенного союза. В стране благодаря госпрограммам открылось много предприятий, считают в ассоциации, но далеко не все на сегодня успели выйти на полную мощность, поэтому могут не выдержать в новых условиях. Людмила Батюшкина, Серик Тугаев, Данил Заславский, 5 канал.